Здарова, народ! Хочу рассказать вам о том, какие минусы в айфоне 11. За полтора года использования я нашел. Их всего три. Если мы убираем всю ненужную нелепую дичь, то их остается всего лишь три. Давайте посмотрим, что за минусы. Я очень долго готовился к этому видео, искал и записываюсь со второго дубля, потому что камера, на которой хотел снимать, оказалась батарейкой разряжена. Поэтому снимаем все опять на айфон, тот, про который буду рассказывать. И первое, что я хотел бы рассказать, конечно же, это сверхширокоугольный объектив. Безусловно, это очень крутая вещь, прямо вообще пушка. Я не скажу, что я часто пользуюсь, но это было, кстати, определяющим фактором, почему я взял именно 11, а не айфон XS Max. Так вот, если мы снимаем в темное время суток, вообще, то есть без ос, ну, хреновенькое освещение, давайте так. Сверхширик это абсолютно бесполезная вещь. Столько шумов, ничего не понятно, все смазано. Вот это главный минус. Понятно, что в айфоне 12 это все было исправлено, но это айфон 12. Что касается в хорошем свете, при хорошем дневном свете, при там, не знаю, каком-то специальном свете, проблем с сверхшириком нет, что на фото, что на видео. И это очень большой минус, мне кажется, именно 11 телефона. Понятно, что это не определяющий фактор, да, вот это сверхширокугольная камера, при покупке или не покупке. Но для меня это оказался такой вот минус. На самом деле, когда я сидел и вспоминал, какие же минусы, по своим ощущениям, я не нашел много минусов. Но вот первый, да, первый это сверхширокугольный объектив. Второй, естественно, это экран. После того, как я напомню, что я пересел с айфона 10 на айфон 11, там был OLED, OLED-экран. Здесь IPS и разрешение этого экрана, у IPS-экрана 1792 на 828 пикселей. Если мы откроем Википедию и посмотрим, какое же разрешение экрана у айфона 7+, то мы увидим 1920 на 1080. Получается, в 2019 году мне продали телефон с разрешением меньше, чем у айфона 7+. То есть, поза прошлого флагмана. Ну и на самом деле, опять же, для меня это не супер критично. Я, можно сказать, все эти минусы высасывал из пальца. Я думал, блин, ну какие минусы в этом телефоне? Ну, батарейку мы не берем, это вообще больная для меня тема. Но вот все, что касается экрана, это разрешение экрана. Причем, если бы мне эту информацию никто не сказал, что разрешение экрана в айфоне 11 меньше, чем в айфоне 7+, я бы даже как бы и не особо парился. Да я и то, что я и часто не парюсь. Экран нормальный, но понятно, что после того, как ты попользуешься OLED, наверное, все-таки первую неделю я, может быть, чуть-чуть меньше, как-то мне было непривычно опять переходить на IPS. И еще есть один маленький нюанс в экране айфона 11. На холоде, допустим, ну, минус 15 градусов, это точно работает, экран как будто теряет фпс, то есть ты начинаешь так вот свайпать, ну, в общем, влазит в телефоне, и получается как будто картинка отстает. Я не помню, честно, было ли это на айфоне 10, на OLED-овском моем, да, но точно помню, что такая была проблемка на айфоне 7+, это точно, на айфоне 6+, и вот на айфоне 11. Может быть, это связано с той технологией экрана какая-то, там вот она такая специфическая, что там на морозе что-то начинает хронико работать. Может быть, на OLED-е так же, честно, не помню. Но это, опять же, не критично, это то, что врезается мне в голову, те вот минусы, что у меня конкретно прямо такое, думаешь, ага, что-то не так должно вроде быть. В общем, вот такой вот минус экрана. Ну и последний, опять же, минус, это, естественно, то, что он очень скользкий. Без чехла, мне кажется, носить его вообще невозможно, потому что как только ты вытаскиваешь его из чехла, неважно, какой силиконовый чехол или там вот у меня есть оригинальный пловый, ну, блин, он реально вскользит в руке, он дико приятный на ощупь, тактильные ощущения просто ни с чем не сравнимые. Но если вы в какой-то там, не знаю, суете, он может легко выскользнуть из рук, это прям вообще. И я как-то попробовал полдня ходить без чехла, и когда ты достаешь его из кармана, прям и руки немного потные, влажные, это достаточно стрёмно. Он прямо так и норовит выскользнуть, упасть на асфальт там или куда на пол, и в итоге разобьется к чертовой бабушке. И потом я бы не смог, наверное, с таким телефоном ходить, пришлось бы его продавать или чинить, покупать новый. Вообще вот эта тема носить в чехле, там наклеивать пленки, стекла, это, конечно, такая тема достаточно интересная и дискуссионная, потому что я все-таки являюсь сторонником того, чтобы носить устройство так, как оно было задумано разработчиками. Но, к сожалению, айфон 11 без чехла носить, это глупо, потому что если мы возьмем айфоны 5, 6, 7, все ок. Алюминиевый корпус упал, ну максимум вмятинка какая-то, и то это не совсем критично, там а то ли вообще ничего не будет, если он пойдет на задник, на экран упадет, я думаю, все, с этим телефоном можно будет прощаться. А вот все, что касается айфона 8 и выше, там эти 8+, и XS, и XMAX, и XR, и XR, и XI, здесь все очень достаточно грустно будет, если он упадет на задний экран, то понятно, сразу, мне кажется, разобьется. А вот что касается задника, будет вообще печалька, поэтому надо носить чехле, наверное, и это такой большой минус для меня, потому что я все-таки хочу прямо носить так, как это было задумано создателями этого телефона. Готовившись к этому видео, я почитал отзывы, негативные отзывы людей, и все очень как-то сходятся во мнении, что очень большие рамки. Я не знаю, для меня рамки это, ну, вполне нормально, там же не вот такие вот рамки, да, вы понимаете, там iPhone 7+, тот же самый 7, где сверху вот такая рамка, снизу, это, конечно, ну, уже так, как бы все, старый дизайн, надо уходить. Но по бокам там рамки не совсем критичны, не знаю, почему так. Причем это каждый, наверное, второй, каждый третий комментарий пишет в недостатках, что вот это вот экран. Каплю, понятно, еще пишут очень многое, что комплект хреновый, там все такое. Ну, это уже можно под все iPhone накидывать, конкретно про iPhone 11 вот сказал все те три минуса. Ну, больше потому, что я реально не нашел, реально не нашел телефон классный. Да, уже в 2021 году и 2022, мне кажется, он вообще будет просто хитом продаж. Уйдет на смену, придет, как говорится, на смену XR. XR сейчас вообще пушка, iPhone 11 чуть-чуть пушка лучше, за счет, наверное, камеры только, да, и чуть-чуть батарейки. И iPhone 11 будет, мне кажется, лакомым просто подарком в 2022 году. Все, что я хотел рассказать про iPhone 11, я рассказал про его минусы. Могу говорить об этом, потому что все-таки полтора года использования, и впечатлений, конечно же, куча, масса. Но надо себя приучить, чтобы записывать какие-то косячки этого телефона. У себя в заметке, это очень сложно. Спасибо, что посмотрели. Я планирую еще снимать много видосов. У меня даже камера куплена теперь для этого. Дальше больше подписочки, скоро будет 1000 подписчиков, и, блин, мы разыграем 1000 рублей, поэтому не надо пропускать таких важных событий. Пока.